Приветствуем вас, воины Кальрадии! За последние несколько месяцев вы оставили довольно много комментариев в нашем блоге. Среди всех возможностей игры вы чаще всего упоминали использование осадных орудий при взятии к крепости с штурмом. Эту тему мы еще не освещали в подробностях. На этой неделе с нами беседовала Бахар Шевкет, она трудится в команде программистов игрового процесса. Как раз сейчас она работает над механикой штурма, и поэтому рассказала много интересного об осадных механизмах в Mount & Blade Bannerlord. Что входит в ваши повседневные обязанности? Мой день начинается с утренней планерки. Каждый участник команды рассказывает остальным о повседневных делах. На чем сейчас работает, на каком этапе его текущие задачи и так далее. Мы тесно сотрудничаем с разработчиками и другими специалистами. Например, с теми, кто отвечает за интерфейс и контроль качества. Поэтому на нашу планерку часто приходит кто-нибудь из этих команд. После этого я перехожу к своим задачам. За время работы в Tailwords я создала различные элементы одиночной кампании. Диалоги, меню в игре, побочные поручения, осадные механизмы, задания, кстати их я очень люблю, и множество других возможностей, открытых для модификации. Еще хочу сказать, что мы стараемся сделать городскую и сельскую жизнь в игре более насыщенной и правдоподобной. Мы добавили различные типы неигровых персонажей, у которых свои типы поведения, анимации, заданий. Думаю, мир Кальрадии стал гораздо ярче. Чем в Баннерлорд вы довольно больше всего. Мне нравится, что мы строим игру вокруг уникальной особенности игрового процесса. Ваш персонаж командует целой армией. Однако Баннерлорд одна из немногих игр, где реалистично показана роль полководца. Здесь вы не смотрите на поле боя с высоты птичьего полета, как обычно бывают в стратегии. В Баннерлорд вы сражаетесь плечом к плечу со своими бойцами. Вы можете драться, выкрикивать команды, ездить на лошади, преследовать врагов. И, раз уж мы говорим об этом, анимации в бою не фантастические движения ниндзя, строго подчиненные скрипту, а нечто гораздо более близкое к реальности. Думаю, такая анимация помогает игроку почувствовать себя в разгаре настоящего средневекового сражения. Какая задача при разработке Баннерлорд оказалась для вас самой сложной? Самой сложной я считаю не какую-нибудь разовую задачу, которую мы выполнили и с тех пор не вспоминали. Труднее всего стараться сделать игру как можно более открытой для модификации. Это требует постоянного внимания. Я занимаюсь преимущественно одиночной компанией, и мы с командой хорошо понимаем, как сильно наше сообщество любит создавать разнообразные, зрелищные моды для компании. Поэтому мы стараемся максимально упростить жизнь создателям таких модов. Например, в Баннерлорд мы решили использовать язык программирования C-Sharp. Надеемся, такой выбор пойдет на пользу сообществу, ведь C-Sharp наиболее понятный для пользователя объектно ориентированный язык. Не буду сильно вдаваться в технические подробности, но в целом, внедрив какой-либо элемент, мы сразу проверяем, можно ли будет его модифицировать. Если можно, то мы добавляем соответствующий интерфейс и сохраняем реализацию по умолчанию, чтобы у игроков была возможность создавать подобное поведение в своих модах. Над чем вы работаете прямо сейчас? Прямо сейчас я работаю над подготовкой к штурму на карте компании. Вы уже наверняка знаете, что в игре появилось множество осадных орудий, которые можно применять во время штурма. Как игроки, так и их компьютерные противники могут строить эти орудия перед нападением. Замечу, что недавно мы скорректировали подготовку к осаде. Раньше игрок, осождающий город, выбирал из списка осадные орудия, которые затем сооружались последовательно. Но теперь появилась новая тактическая особенность. Можно будет в первую очередь выбрать осадную тактику и получить уже готовый список осадных орудий, которые пригодятся именно для этой тактики. Игрок может начать обстрел, как только завершается строительство любого орудия и причинять ущерб укреплением города или замка еще до начала боя. Тактику можно в любой момент изменить в зависимости от ответного поведения защитников или любых событий в мире игры. Какая фракция в Баннерлорд нравится вам больше всего? Моя любимая фракция Ботания. Ее исторический прототип – кельты, которые поддерживали сильную связь с природой. Все особенности этой фракции – архитектурный стиль, цвет знамен, одежды и доспехов – говорит о том, что эти люди любят природу, особенно леса. Если бы я жила в средневековой Кальрадии, то точно хотела бы жить в Ботании. Будут ли другие причины заходить в поселение, кроме как для исследования? Сейчас мы работаем над проблемами в поселениях. Это конфликты между неигровыми персонажами или какие-либо трудности общего плана, возникающие в конкретном поселении. Такие события будут появляться во время игры в случайном порядке и повлияют на свойства поселения, его благосостояние, настроение жителей и так далее. Игроку придется решать эти проблемы за ограниченное время и любыми доступными средствами. Проблемы поселения могут привести к получению заданий или убедить игроков сменить свой стиль управления территорией. На этом блог подошел к концу. Интересно, будут ли осадные орудия в мультиплеере? Напишите в комментах, что думаете. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok